Загадка. Партизаны и шпион. Глядя на рисунок, нужно ответить, как партизаны обнаружили шпиона. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ожесточенной борьбе фашисты использовали против партизан хитроумные методы маскировки. Они создавали ложные партизанские отряды из полицейских, переодетых в красноармейскую форму и гражданское платье. Фашисты внедряли шпионов и диверсантов в партизанские отряды. Для борьбы против советского населения оккупанты бросали в общей сложности 50 дивизий, что составляет 20% от всех немецких войск. В партизанский отряд пришел человек. Он сообщил, что его зовут Николай, что он колхозник и бежал от немцев. Николай обещал провести партизан к большим складам боеприпасов. Одет он был по-деревенски и свободно говорил по-русски. Командир отряда оставил его переночевать, а сам велел бойцам тихонько наблюдать за новичком и проверить, что он за человек. Никто не заметил ничего подозрительного за весь день, но когда стали готовить ужин, обнаружилось, что Николай не тот, за кого себя выдавал. Его уличили и он сознался, что завербован немцами и заслан в отряд. Давайте вместе рассмотрим картинку и поможем партизанам обнаружить шпиона. Пока вы внимательно рассматриваете картинку, я расскажу о партизанах. Силами партизан проведены тысячи операций с целью подорвать боеспособность врага. Самой примечательной из них стала боевая операция «Концерт». В этой операции участвовало более 100 тысяч воинов и проходила она на огромной территории – Белоруссии, Крыму, Прибалтике, в Ленинградской области и также еще во многих областях. Главная цель – уничтожить железнодорожное сообщение врага, чтобы тот не мог пополнять резервы и припасы во время битвы за Днепр. В результате эффективность железных дорог снизилась на катастрофических для противника 40%. Атаки партизан приняли массовый характер. Враг не мог объективно и быстро реагировать. Немецкие войска были в панике. Партизаны представляли для вермахта и оккупационной администрации серьезную проблему. В общей сложности в 1941-1944 годы на оккупированной территории СССР действовали 6200 партизанских отрядов и соединений. Численность партизан и подпольщиков оценивается в миллион человек. Свыше 184 тысяч партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями СССР. 249 из них стали героями Советского Союза. А теперь ответ на загадку. Фашистский шпион, оставаясь в партизанском лагере, был вынужден помогать партизанам по хозяйству. И когда, как видно на рисунке, начал наполнять самовар водой, он сделал принципиальную ошибку. Надо было открыть крышку самовара. На рисунке видно, что крышка закрыта, а затем залить воду. Шпион делает ошибку. Он наливает воду в жировую трубу. Она расположена по центру самовара, в которой должно происходить горение топлива. Как правильно разбирается самовар и заливается вода, видно на рисунке. В те времена, как растопить самовар, знали все взрослые люди в СССР. Это неумение и рассекретило шпиона. Так партизаны определили шпиона Лазутчика, сохранили тайну расположения партизанского лагеря и спасли отряд от разгрома фашистами. Субтитры создавал DimaTorzok